Новое видео выходит каждый день в 20.00 В данной серии видеороликов, кажется мы стали забывать, я постараюсь напомнить тебе о зашкварах твоих любимых ютуберов, про которые ты мог забыть, либо вовсе не знать. Поэтому приятного тебе просмотра. Давайте на чистоту. Давайте максимально честно поговорим о сложившейся ситуации, о сложившейся проблеме и обо всех прочих вещах. Вы же все уже максимально, наверное, забыли о том, что там Владислав Павлов делал буквально, ну, несколько месяцев назад. Вам же всем уже, наверное, это, скорее всего, не интересно. Да я более чем уверен, что этот ролик даже большого количества просмотров не соберет и резонанса никакого не будет. Да это, в общем-то, и не надо для данных видеороликов, потому что данные видеоролики это чисто воспоминания того, что было раньше. То есть вот такое, знаете, напоминание вам, как какая-нибудь напоминалка в телефоне или вроде того, о том, вообще, что было раньше в GTA-самп-сегменте, там кто, как, где и что. И сегодня мы с вами поговорим про постановочный видеоролик у Владислава Павлова и так далее. Давайте начнем вообще с самого начала. На Evolve Roleplay в то время, вот как недавно, открылся третий сервер Evolve Roleplay, на котором Леонид Литвиненко или Литвиенко, я уж точно не знаю, как там его вот эта фамилия, никнейм, имя и все прочее произносится, так вот, открылся вот этот вот самый третий сервер. И как-то лозунг, слоган этого сервера был, типа, все ютуберы, ютуберы, игроки и все прочие люди, они, понимаете ли, равны. Не будет такого, что там кому-то будут выдаваться большие привилегии, потому что он ютубер, а игроки будут, как бы, играть, как обычные игроки и так далее. Нет, тут все будут на максимально равных условиях, и ютуберы, и игроки, и вот все прочие люди, поэтому можете не волноваться, что на этот сервер придут каханяты и будут там разъебывать вас читами и так далее. Там набрали новую команду администраторов, таких высококвалифицированных, которые там работают, делают всем прочие вещи и там все вот эти вот прочие штуки. Нет, то есть, поэтому заходите на сервер, все будет нормально, все будет достаточно классно, вам все там понравится, вы сможете поиграть и, так сказать, насладиться игровым процессом на таком проекте, как Evolve Roleplay, вот в полной такой, знаете ли, стезе. Вы прям будете играть, будете наслаждаться тем, господи, блядь, какой же охуительный сервер, как же тут мало читеров, и как же они восстановили вот эту вот, знаете ли, атмосферу Сампропе 2013, 2014, 2012, там 1941 годов, вот это вот, они восстановили атмосферу, красавцы в самом деле. Однако, однако, у Владислава Павлова на тот момент вышел такой видеоролик, в котором, вы знаете, он банил читеров на вот этом вот самом Evolve RP-03. Казалось бы, откуда тут могут появиться читеры, ведь если там новая команда администраторов, там каких-то каханят нет, то есть кто будет привлекать сюда читеров-то и всех вот прочих людей, типа, которых, по идее, нужно забанить. Да вот кто это будет делать, если, знаете, Кахановского на этот проект не пускают, и тут снимают только адекватный ютубер. Поэтому Владислав Павлов успешно снял постановочный видеоролик. Он просто написал, там, я не знаю, в конфу своих вот этих вот прихвостней, всех своих подписчиков и всех прочих людей, мол, заходите, ребят, на Evolve Roliplay 03, там попадете в видеоролик, все будет классно, все, что вам нужно делать, это просто вот почитерить на видеоролик. Ребята, конечно же, не понимая, зачем это нужно делать, зачем это вообще делается и так далее, такие заходят и реально такие, о, классно, можно почитерить прям вот на видеоролике и попасть в видеоролик Владислава Павла. Классно, круто. И начали все это делать. Разумеется, потом, через какое-то определенное количество времени, все это всплыло, это все отправили Ангелу Касады, и он сделал уже свой видеоролик, там, я не помню, на сколько, там, на 16, на 20 тысяч просмотров. Это не имеет особого значения, в общем, резонанс был. И когда, там, Владислава Павлова, вы знаете, где-то там в комментариях в каких-нибудь новостных сообществах спрашивают, мол, слушай, а вот ролик Ангела Касады, это правда вообще или не правда? Он говорит, да это хуйня все, нет, Ангел Касады, это вообще дебил, вот просто идиот, да, вот Ангел Касады. А я, я снимаю всегда нормальные, непостановочные пранки, там, все вот эти вот прочие штуки, потому что, ну, я Владислав Павлов, я как бы так могу делать, а вот как бы он вот так не может делать, он завидует и все, в общем, начал разводить какую-то полнейшую воду, там, как-то вот начинать наливать вот этой вот своей воды великой, говорит, что у Ангела Касады нету никаких пруфов. Я ему написал, типа, я ему тогда ответил, что Владислав, ну, как бы вы понимаете, там в видеоролике достаточно много пруфов, в том числе переписки можешь пересмотреть, если там не веришь и так далее. И он сказал, ой, да ты бы вообще сюда не лез. Ну, в общем, человек прям максимально знает, человек просто долбоёб. Ну, вот человек, ну, просто действительно долбоёб. Чё тут ещё можно сказать? Вот просто ничего, человек долбоёб. И всё, и вот всё на этом. И, вы знаете, после этого, после там в конце своего видеоролика, типа, Ангел Касада призвал вот этого самого Леонида Литвиненко, который стал главой вот этого 0.3 сервера и всего вот этого вот прочего, как-то вот вообще за это ответить? Почему это происходит? Зачем это происходит? Вообще, как? Ну, ну, нахуя? Ну, просто вот зачем? Ну, Лёнь, ну ты ответь мне. Ну, вот как? Кахановского, значит, не пускаете с его вот этими читерами и прочими людьми Апалова, с его вот этими вот постановочными пранками, где просто он своих же людей, которых он, по идее, привлекает на этот сервер, он заставляет читерить? Ну, как-то ответьте за это. И вы знаете, Леонид Литвиненко, он ответил под данным видеороликом спустя какое-то определенное количество времени, он написал что-то по-германски и внизу написал перевод, мол, они хотят пустить нам что-то газ в глаза, блядь, не верьте им, ну, вообще хуйню какую-то полнейшую написать, я вообще не понял, блядь, к чему он это написал, ну, что-то он реально хуйню написал. Ну, я здесь, я здесь, блядь, не знаю, я если найду этот текст его комментарии, я сюда, конечно же, вставлю, чтобы вы такие посмотрели, типа, ебать, Леонид Литвиненко красава, вот прям хочется зайти на его сервер, поиграть, возможно, почитерить, чтобы Владислава Павлова был какой-то дополнительный контент и все прочее. И да, конечно же, я понимаю, что многие уже об этом забыли, что многим до этого уже нет никакого дела, ну, то есть было и было, ну, и что дальше-то, блядь, ну, а что нам с этим поделать-то, вот с этой вот информацией, ну, было и было, ну, ладно, а что такого поделать, да ничего, просто тут сразу вот так вот становится понятно отношение Леонида Литвиненко, вот к этой вот аудитории Вольф РП 0.3 сервера, то есть вот так вот, знаете, политика Вольф Роли Плея, она состоит полностью на обмане, то есть проект открывался, там говорят, что будет восстановление атмосферы, там, САМП РП 2012-2013, там прочих каких-то годов будет восстановление атмосферы, наебали, сказали, что на Вольф РП там не будет никакого блата ютуберов, все должны будут добиваться всех высот вот своими собственными силами, то есть если вы хотите, чтобы вам что-то выдавали, идите там на 0.1, на 0.2, на 0.3, у нас будет как бы все нормально, поэтому идите отсюда, в общем-то, нахуй, у нас тут все классно, у нас тут Blackjack, шлюхи и шлюха Владислав Павлов, то есть и все вот прочие у нас люди есть, однако, ну, вот как-то так, когда вот прям вплотную начали ему предъявлять, сказали, мол, ну, ты хоть как-то оправдайся, ну, ты хоть отчетов свою защиту скажи, он просто какую-то, блядь, я не знаю, германские, блядь, слова привел, типа, я не знаю, блядь, я просто, Леонид Литвиненко действительно красава, ну, красавчик, я просто, ну, я не знаю, блядь, я смотрел Леонида Литвиненко, когда он вроде был там на СамПРП, или у него тогда не было каналов, в общем, я когда-то его смотрел, и вроде как было даже, ну, неплохо, а потом, ну, что-то как-то вот все пошло вот в это вот русло, и вообще непонятно там, что, как теперь, а зачем, нахуя, вообще, куда ты полез, Леонид, ну, вот, зачем тебе все это нужно, да, хороший вроде человек, а вот из-за каких-то уебанов, по типу там, Владислава Павлова и прочих, приходится врать, обманывать, лыгать, то есть, обманывать самого же себя, возможно, для того, чтобы сохранить какие-то дружеские отношения с этим уебаном, ну, я не знаю, кто может, если честно, дружить с Владиславом Павловым, потому что, ну, это полнейший уебан, то есть, он, если ему будет выгодно, мне кажется, он своего друга, да и он свою мать, мне кажется, наебет, если ему это будет выгодно, он, знаете, он умеет, такой, он умеет там, и на жалость надавить, где надо, и там, более тупо построить, да, чем он на самом деле является, потому что Владислав Павлов, он пиздец какой тупой, то есть, ну, это объективно, блядь, это, это объективная, блядь, истиная, прописная истина, может даже так сказать, потому что, это пиздец, чуваки, блядь, вот просто смотришь на Владислава Павлова, смотришь потом там, на умственно отсталого, открываешь две эти картинки, там, где-то в интернете, еще где-то, и просто понимаешь, что, типа, ну, одно лицо, там, Феромир какой-нибудь, Владислав Павлов, если сравнить, реально вот одно лицо, как бы, и по-другому, там, ну, ничего подобного, и не скажешь, что я могу сказать, вот прям, напоследок заканчивать данный видеоролик, жалко, конечно, что удалили канал Владислава Павлова, я надеялся, что его вообще из жизни удалят, да, там, рано или поздно, за то, что он, ну, такой долбоеб, ебал, я не знаю, как он до своих лет вообще дожил, при том, что он такой ебануто тупой, он просто, он, это не тупой, это попка, блядь, это просто, ну, это реально, это фартук, блядь, потому что у фартука, у него только лямки, типа, и вот эта вот штука основная, у него нет мозгов, понимаете, а тут прям, ну, я не знаю, у него даже вот канал есть, там, с несколькими сотнями тысяч подписчиков, ну, люди тянутся к какому-то биомусору, и все на этом, что-то еще можно сказать, в общем-то, я думаю, что на этом уже и все, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, подписывайтесь на Владислава Павлова, и ставьте лайки, или ваша мама, не важно, всем спасибо, всем пока.